Друзья, добрый вечер. Это подкаст «Сила в правде». Меня зовут Людмила Мунтиан. И рядом со мной Рината Усатый. Господин Усатый, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Усатый, я мониторю вашу страничку в Телеграме и видела, что вы сегодня очень внимательно наблюдали за тем, что происходит в стране. Вы повесили часть заявления, которое сделал президент Майосанду, и повесили закон, который регламентирует проведение референдумов Республики Молдова. Что это за аналоги? Что вы этим хотели сказать? Я хотел сказать, что госпожа президент, по моему мнению, просто уже заигралась полностью. И перед тем, как обратиться к парламенту о проведении референдума, который с ее слов должен пройти вместе с президентскими, то я напомнил, что в кодексе выборов четко написано, что нельзя проводить референдум общенациональный в один день с парламентскими, президентскими или местными выборами. И хотел ей просто напомнить, что сначала нужно поменять кодекса выборов, внести все необходимые изменения, чтобы это могло иметь место. Больше меня раздражает другое, что, во-первых, она монополизировала и оставила на обочине всех других своих коллег, я себя к ним не причисляю ни в коем случае, но она хотя бы ради вида собрала бы все проевропейские партии, обсудила бы общий план, повестку и так далее. Так правильно делают в европейских странах, она же нам про Европу говорит каждый день, понимаете. Поэтому то, что было сегодня, это крик души и попытка любыми путями подкачать свой рейтинг, который ежемесячно, если ежедневно нет, то ежемесячно, можно сказать, падает, и попытаться выторговать для себя максимально хорошие условия для своего следующего места работы. Потому что если она увидит, что она проигрывает выборы, запомните, Майя Санна участвовать в них не будет. Она европейцам сказала, что подберем другого кандидата, его буду поддерживать, но зачем мне участвовать и так далее. Плюс вчера, например, госсекретарь по вопросам Европы примит Францию Лоран Бун о невозможности вступления в ЕС. Вот это процитирую. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что мы хотим, чтобы Украина, Молдавия и Грузия повысила свои стандарты верховенства. Закона, борьбы с коррупцией, демократических принципов, независимость судебной системы, все, что у нас есть, кавычка, независимость и беспристрастность СМИ до европейских стандартов, мы не хотим, чтобы эти страны были источниками нестабильности на границах ЕС и так далее. Поэтому она вчера пошла ва-банк для того, чтобы попытаться подкачать себя перед выборами. А то, что я сегодня, я даже не комментировал, просто сначала сделать изменения, необходимые в кодексе выборов. Сделают, как вы думаете? Нет, это сделают. У них есть большинство, у них нет проблем. У них сегодня вообще в стране все для того, чтобы что-то делать. Проблема в другом, что хватит ли им знаний, компетентности. Потому что мы ждем изменений в экономической, в социальной жизни. Я сегодня могу констатировать, что с каждым годом растет не только количество людей, которые покидают страну, о которых говорят все о политике. У нас растет количество нищих людей, которые просто сводят концы с концами и не могут себе позволить даже купить более-менее приличную еду и самые необходимые лекарства. О чем мы сегодня можем говорить? Вы считаете, что сегодня Майя Санду начала предвыборную кампанию? Ну, она у нее идет постоянно, можем так сказать. Но сегодня она сделала еще один шаг, который, я уверен, приведет ее к провалу. Потому что даже те проевропейские партии, которые есть на арене, за то, что она сама себе решила все лавры, они там одни будут бойкотировать, другие будут держать людей дома. Ну, то есть, вообще все это неправильно, как я делал. Да, референдум нужен, безусловно. А как там? Но референдум нужно обсуждать и с проевропейскими партиями, и с пророссийскими, и с промолдавскими и так далее. То есть, нужно было собрать все партии, которые что-то себе представляют. Ребята, давайте проведем референдум, чтобы закрыть. Победит сильнейший. Есть опция вступления в ЕС, есть опция вступления в Молдову в Евразийский экономический союз, есть опция Молдового независимого государства. Давайте посмотрим, что хотят люди. И то, я считаю, что по такому вопросу должно проголосовать за минимум 2 трети населения, потому что любое голосование 51 на 49, это все будут в том числе 10-20 лет говорить о нелегитимности референдума, о нерепрезентативности и так далее. Когда нужно проводить этот референдум? В следующем году? Это президентские выборы, через год, на парламентские. Страну к этому нужно готовить. Поймите, Молдова стала кандидатом, Молдова дала старт переговорам, в том, давай проведем референдум. Это уже Костюжевский вариант, понимаете. Референдум нужно было проводить в самом начале, с этого нужно было начинать. Может, сверить часы, что думает руководство, что думают люди. Нужно было информировать и к этому готовить в течение определенного количества лет. А так, то, что она сегодня вышла, я там, королева трамвая, вы осенью приходите, голосуете и так далее. Это будет не референдум. Учитывая, что в стране предстоит еще очень много сделать, для того, чтобы войти в Европейский Союз, и об этом говорят все, никто этого не скрывает, может быть, как раз достаточно времени для того, чтобы провести референдум, или хотя бы для того, чтобы объяснить людям, что такое евроинтеграция. Нет, послушайте. Что такое евроинтеграция, у людей был печальный опыт в течение многих лет. Потому что чаще всего евроинтеграция ассоциировалась сначала с Филатом, потом с Плохотником и так далее. И сегодня, имея нищую страну, из которой уезжают сотни тысяч людей, имея страну, когда в соседнем государстве в Украине идет война, то есть я считаю, что это... Плюс я очень скептический. Вот у меня предчувствие, еще раз, это не информация, у меня предчувствие, что я вот смотрю на Евросоюз, как на Советский Союз за два года до его распада, поймаете, только вот непонятно, кто завтра появится, но завтра условно. И ситуация крайне тяжелая. Плюс очень важно брать во внимание, что будет происходить в мире. Я просто... Мне сложно себе представить, если война в этом году в Украине закончится переговорами, и будет остановлено это безумное кровопролитие... Вы считаете, что за неделю такое возможно, до конца этого года неделя остается? Нет, я уже говорю про следующий год, да, не про это, извините, я говорю. Спасибо за поправку. Нет, я говорю про следующий год, потому что сегодня идут очень тяжелые переговоры на самом высоком уровне между супердержавами. Я не буду там открывать никаких деталей, но 17 марта в России должны пройти президентские выборы, да, то есть после этих выборов может наступить пик в войне, в конфликте, который сегодня между Россией. Ну, после этого может быть... А может быть, сразу начнется с переговоров после президентских выборов. Ну, то, что сегодня все больше и больше сигналов о том, что эта война закончится, меня это радует. Это должно радовать всех нормальных людей. То, что эта война закончится как можно быстрее. И вот это все, безусловно, может повлиять на все то, что происходит у нас. А как оно повлияет? Да напрямую повлияет. Представьте себе, если закончится война, и те партии, которые сегодня как-то прячутся, то, что они пророссийский не выйдут, открыто об этом начнут говорить, да. А тут Майя Сандус ее референдуму, да. То есть, как вы считаете, повлияет это? Еще как повлияет, понимаете? А что вы считаете, что сторонников Евразийского союза может быть больше? Или о чем вы говорите? Нет, вы поймите, она просто похоронит евроинтеграцию через маленькую явку, например, на референдум. Что вполне возможно. Небольшое количество людей, которые проголосуют за это. Потому что, еще раз, как она его объявила, как она его монополизировала и так далее, это будет только сознакоменность для нее. То есть, вы считаете, что сейчас любые партии, которые играют на правом фланге, которые выступают за евроинтеграцию, волей-неволей выступают в предвыборной кампании Майя Санду в ее пользу? Так получается? Ну, некоторые будут, некоторые будут. Ну, те, которые контролируются там, западом, они, естественно, будут выходить, говорить, что поддерживают, будут говорить, что Майя Санду единый кандидат. Некоторые будут сначала регистрироваться для участия в выборах, потом будут сниматься в ее пользу. Перед первым туром. Можете быть уверены, что именно так это все будет происходить. А вы выступаете за проведение этого референдума? Да, в 2014-м я говорю, но еще раз, я говорю о том, что нужны годы страну к этому подготовить, просто чтобы не давать повод, возможности разным политикам спекулировать на эту тему, нужно провести этот референдум. Но еще раз, за тот или иной вектор должно высказаться 2 трети населения, по-другому это будет псевдореферендум. Понимаете, поэтому нужно... Вот у нас, тем более в 2014-м, еще дела не обстояли так, как они обстоят сегодня, но у всех внешних партнеров была и есть возможность показать свои ресурсы, свое доброжелательное, свое желание помочь нашей стране и так далее. И люди пусть решат, но правильной информации у нас сегодня такого нет. Кстати, господин Усатый, ровно 3 года назад в этот день состоялась инаугурация Майс-Сандры. Да. Какими были эти 3 года для Молдовы? Это были годы огромных надежд, особенно после того, как партия Майс-Сандру Пас получила большинство на парламентских выборов, надежд, которые разрушились, развалились и для многих, можно сказать, исчезли. Потому что, несмотря на некоторые успехи во внешней политике или там большое количество успехов Майс-Сандру за рубежом, еще раз, я говорил и буду говорить, чистый синдром Горбачева. Растет любовь за пределами страны, признание, внутри страны рейтинг и поддержка народа падает. Поэтому это все закончится очень грустно. Я в этом тоже уверен. А как бы считается, как изменится ситуация, если сравнивать с концом этого года? Вы видели наверняка результаты опроса, который провел ИМАС, и 62% респондентов не видят Майс-Сандру на втором сроке президента. Послушайте, вот это и есть результат трех лет ее президентства. Поэтому есть вопросы, где ситуация еще и похуже, но, правда, вопросы по-другому ставятся. Поэтому я и сказал, что она ведет переговоры с европейскими партнерами, чтобы она не выдвигала свою кандидатуру. То есть, если она будет понимать, что проигрывает, она не будет выдвигать свою кандидатуру. Господин Усатый, смотрите, что нас ожидает в следующем году. Запуск программы Европейское Село-2. Повышение заработных плат преподавателям. Очень много сигналов идет из Министерства энергетики о том, что возможно снизится тариф на газ. Вы говорите про поблажки и про какие-то подачки, как я их считаю. Я говорю то, что происходит в стране. Как это повлияет на рейтинг? что сегодня нужна экономика, сегодня нужна система здравоохранения, образования. Сегодня я, тот, от которого ожидали, это меньше всего, но связано с продвижением культуры, сделано намного больше, чем они, которые себя считают такими интеллигентными, заботящимися о культуре, о культурном наследии и так далее. Понимаете? О чем вы говорите? Раскройте скобки. Нет, было очень много проектов, которые я поддерживал, очень многие из них даже не публично, для того, чтобы... Я понимаю, что в стране фундамент без любого государства, без здравоохранения, образования, и в том числе культуры, многие считают, что культура это так. Иногда выдавать грамоты, премии актерам, раз в год человек года, и так далее. Нет, это должна быть постоянная работа, и нет ни у кого государства, ни у кого государства не может быть будущего. У нас какое продвижение культуры было? Что вместо всех зданий, которые были памятниками архитектуры, появились сегодня кабыки, свадебные залы, частные офисы и так далее, у нас защита культуры и продвижение культуры, культурных ценностей заключается в том, что сегодня актеров, театров у нас в стране намного меньше, чем больниц, школы и так далее. Большинство этих людей, они за чертой бедности находятся сегодня. Люди, которые сегодня являются последними локомотивами этой профессии, люди, которые идут с высокопоэтаголой, они многие специфические, у них там свои амбиции и так далее, но они идут, они несут этот флаг, а наша страна, что вытирают об них ноги тем, что выдают им какие-то грамоты, какие-то медали раз в год и так далее. Понимаете, поэтому я не понимаю сегодня, когда страна, уже не помню, сколько правительств, решает проблему открытия мусорного полигона, который бы обслужил Бельце и многие районы Северной страны. Ну, послушайте, ну, вы видели, чтобы было построено три кинотеатра? Видела, что закрыли три кинотеатра, что построено нет. Не три, а, поверьте мне, 33, понимаете? То есть, сегодня, когда я вынужден был бороться за театр Василия Александровича, Бельце, когда просто кто-то построил свадебный зал, прилепил без всяких разрешений и так далее. Министерство культуры, кстати, крышевало эту стройку. Не было ни одной авторизации. Я просто понимал, что и владелец, знаете, с улыбкой, ну, усатый пойдет в суд, ну, при море, там и затянется на годы, усатый постареет. И я вынужден был брать кувалду, сносить все это, когда сегодня приходят актеры, и неважно, это там какие-то семейные проблемы, это люди, которые просят помощь в последний момент, когда прям совсем все плохо, да? И вот эти люди, они приходят, это просто недопустимо, во-первых, чтобы это было публично, поэтому я никогда не назову фамилию, когда-нибудь они захотят, скажут, да? Но, и они не приходят, говорят, помогите поехать на море, или помогите, там, купить ребенку или внуку, там, одежду какую-то, там, подготовить. помогите, чтобы не исчез театр, и, как правило, актеры, они просят за кого-то другого, который попал в беду, да? Ну, и, естественно, меня болит, потому что, еще раз, у нас таких людей, в некоторых случаях, десятки, в некотором случае, сотни, а в некоторых, вообще, единицы. Ну, как это возможно? Когда я понимаю, что с одной фуры сигарет, можно было бы всех этих актеров, ну, организовать им не просто льготы, понимаете? А у нас фурами сигарет все хорошо, у нас все хорошо с окорочками, скажем, у нас все хорошо, когда продукты питания в Приднестровье заходят, без таможения, потом уже эти продукты питания возвращаются на наш берег, Приднестры, да, продаются у нас, но есть очень важный момент, просто, они зашли туда, не оплачивалась, молдавская таможня, по некоторым позициям, потом контрабанды не заходят сюда, вот с этим у нас всегда все хорошо. И так у нас, что бы мы с вами не обсуждали, про региональные больницы, говорят, с 19-го года. Раньше? Я еще вела ежедневную передачу? Нет, я говорю про именно, про сегодняшнюю власть, которая первый раз была в Калининде, с социалистами 19-го, все, региональные больницы, и так далее, и так далее. А когда, ну, уже были там, хирургические там инструменты, первая необходимость, или там, для нейрохирургии, там, какие-то приборы, и так далее, я их покупал за свой счет, и по ночам приносил в больницу, понимаете, для того, чтобы можно было уникальные операции проводить, для жителей Северной Молдавии, многие, которые там, в Кишню, просто бы не доехали. А какой евроинтеграции, мы сегодня говорим, когда санавиация, я не понимал, я считал, что санавиация, это вот вертолет, все, забрали пациенты, и так далее. И когда я подавал в отставку, я помню, в 21-м году, наша партия тогда проиграла выборы, но, подавая в отставку, я вручил ключи от скорой помощи, главврачу, Бельской республиканской больницы, потому что я узнал, что, если есть критические случаи на Северной Молдавии, скорая помощь, выезжала с Кишинева, это санавиация, забрала врачей Бельской больницы, после этого ехала, например, в Бричаны, в Укти, ну, в любой район, где пациент, после этого привозили в Бельце, ага, все, ничего не можем взять, давай везем в Кишинев. Это работает санавиация, да? Везли его в Кишинев, если успевали, оказывали, всю необходимую медицинскую помощь, потом эта же машина возвращалась в Бельце, привозила врачей, которые его сопровождали, и потом возвращалась пустая в Кишинев. Я говорю, окей, что надо сделать? Я помню, главврач, говорит, да нам просто нужна одна машина в Бельце, которая будет обслуживать. Я купил тогда реанимобиль, оставил его там, потому что я, потому что мне объяснили, на цифрах, на пальцах показали, что это спасет. И до сих пор это услуга? Это с автомобилем, называется санавиация. Да, то есть это не только вертолеты, это и автомобили. То есть вот система такая. А что, есть и вертолеты? Ну, конечно, есть. Это радует. Господин Усатый, вы начали говорить про Бельце. Я видела, что вы на минувшей неделе с командой из мэрии Бельц были в Бухаресте. в мэрии сектор номер три, если я не ошибаюсь. да. Хороший примарь там такой. Всю жизнь был строителем. Очень известный в Румынии был бизнесмен. Ушел в политику, 12 лет у мэр города. То есть человек пришел, уже будучи очень богатым на эту должность. Человек, у которого очень многому можно научиться. Я поехал, понимаете, когда видел подземный паркинг на тысячи мест под одним из ключевых центральных бульваров Бухареста. Паркинг на тысячу машинных мест вместе с покраской стен он сделал за год 4 месяца. Когда видел за годы стакады, когда он меня просто покорил, я поехал с ним на новый объект, с ним, с Александром Петковым, с нашими коллегами из Бельсии. Человек построил здание, реконструировал старый объект. Представьте себе здание без стен, без перегородок внутренних, площадью 7,2 гектара, 72 тысячи квадратных метров. Современное здание, высота потолкова 20-30 метров. Он туда переводит. Там уже и ярмарки внутри, и выставки, и арена там под 15 тысяч мест концерт, и бассейны с пальмами, и мэрию он переводит в это здание. То есть, понимаете, это один из самых сильных, я думаю, самый сильный из всех примаров всех секторов Бухарест. И да, мы хотим сотрудничать. Я уже говорил, не важно, какой город на планете Земля, нам не нужно стесняться учиться у тех, которые уже добились изменений. Не которые про них рассказывают, которые добились. Поэтому, вы понимаете, какого уровня там муниципальное предприятие, вот это здание 72 тысячи квадратных построило муниципальное предприятие. Я потерял сознание. А сколько вложили они? 80 миллионов евро. Это из бюджета, это без европейских фондов и так далее. То есть, ну, работать, работать, еще раз работать. И это моя задача. Поэтому, там у них начался хороший диалог, плюс у нас была задача спасти. Бельцы могли потерять 354 тысячи евро. Это Баташанский проект, который начался когда-то при мне. И сейчас оставалось два дня. То есть, если бы эти деньги не пришли позавчера, эти деньги были бы просто потеряны. А для Бельца это очень большие деньги, 354 тысячи евро, чтобы рассчитаться с экономическим агентом. По-другому бы это все легло бы на плечи при Марии, там, Бельчан, налогоплательщик ко всей стране. Это тоже было сделано. То есть, вы понимаете, мы в Бельцах идем по принципу делать как можно быстрее то, для чего не нужны деньги. Например, были переговоры у Александра Петкова с одной частной компанией, не буду назвать название, неправильно, они потом сами выйдут, скажут. Вот был действующий контракт Бельской мэрии, да, на сумму так по-простому. Значит, после переговоров с Петковым компания пересмотрела свои требования, ну, не требования, условия контракта. И только за счет одной встречи Бельская примария сэкономила 4 миллиона 500 тысяч рублей. Вы понимаете, почему Петков это смог, все говорили, журналист, без опыта, он не бельчанин, он не хозяйственник и так далее. Да, естественно, я там понимаю процессы, Степан, давай тут есть вещи, где он шикарно сам справляется, есть, где мы там вместе обсуждаем и так далее. Но вот у меня вопрос, почему Петков как новый мэр, как человек, который не был мэром ни в Бельцах, ни в селе, ни в городе и так далее, то есть, почему Петков смог провести эти переговоры с экономией 4,5 миллиона. А вы считаете, что здесь есть злой умысел или просто по незнанию получится? Ну вот это будем разбираться потом, но я сегодня благодарен и Александру Петкову, и этой компании, еще раз, я не хочу давать детали, так неправильно, пусть они выходят сами в пресс-релизе, сообщают об этом, что пересмотрели условия контракта, и теперь Бельцы заплачут на 4,5 миллиона меньше, еще раз, по одному конкретному контракту. Ну, Людмин, но это говорит о том, что кто-то до сих пор, значит, или понятия не имел, как руководят городом. Все дули щеки, что они там такие великие, там все умеют, всему научились и так далее. Вот, поэтому Бельцев будет все хорошо. Вот такими шагами конкретными, как этот, я уверен, что мы многого сможем там добиться. Конец рабочей недели, произошли очень серьезные изменения в Национальном банке Республики Молдова. Был снят старый губернатор, был назначен новый, новый губернатор, это гражданин Румынии, но она стала уже гражданкой Республики Молдова. Что вы об этом скажете? У нее очень хороший послужной список, она в Национальном банке Румынии работала. Опять, как это сделать? То есть, до сих пор они не меняли председателя Национального банка, у них его нету. Но если они спину крутили, по второму кругу уже запустили, поверьте, может быть ситуация, что после отставки Речена, если спину нет, дадут стать примером, третий раз его вернут на должность министра. Они, у них ничего, никого нет, поэтому... А вы считаете, что в Национальном банке Молдовы нет специалистов, которые могли бы возглавить главный банк? Послушайте, я думаю, что есть, я даже уверен, что есть. Просто вы поймите, у нас власть настолько оторвана от реальности, что они понятия не имеют, какой у нас сегодня есть человеческий ресурс и в стране, и за ее пределами. Они просто не владеют реальной информацией. Вот и все. Блок коммунистов и социалистов собирается оспорить это решение. В Конституционном суде они осуждают назначение иностранного гражданина на пост главы Национального банка. Послушайте, и в этом блоке не так много граждан Румынии, как в партии ПАС, но среди социалистов и коммунистов граждан Румынии, причем, которые занимали государственные должности в нашей стране, да, высшие государства, очень много, но это это вот то, за что, да, понятно, за что я ненавижу и не люблю власть, но, чтобы было всем понятно, почему я не люблю власть, вот такая имитация борьбы с режимом Айсанду, как они говорят, да, то есть они вечером обсуждают на своей фракции вместе с некоторыми депутатами по сценарии, как они будут требовать отставку Речана, до глубокой ночи борются за отставку Речана, а вечером потом делегация этого же блока ловит Речана с депутатами в коридоре, говорит, слушай, ну вы точно снимите, пожалуйста, людей Шора, чтобы мы как бы точно смогли что-то выиграть на севере, на юге и так далее, лучше мы выиграем что-нибудь, чем Шора, послушайте, это оппозиция, то есть вы считаете, что на второй день, когда они возмущались тем, что будет назначен иностранный гражданин, это была имитация, то есть они знали наперед сценарий, послушайте, я очень ценю и дорожу нашей партии, нашими коллегами, да, мы меньше других, мы моложе других партий, ну те, про которые мы говорим, да, но у нас не бегает пол партии стучать европейцам, другая часть американцев, третья русскими и так далее, и так далее, понимаете, то есть поэтому вся их борьба, включая то, что додуман в оппозиции, он борется с Майя Сандом, он в шикарном эксклюзивном пансионате, который ему принадлежит, значит, провел день клубники, никто не трогает этот пансионат, он работает, там зарабатываются деньги и так далее. Если он работает по закону, почему его должны трогать? Послушайте, любой бизнес, который работает по закону, не должен трогать, но я имею в виду, как он появился у додона, какое он имеет отношение, я имею в виду, то есть власти, вот вроде они борются друг с другом, но где конкретно так, я смотрю, усиленно закрывают глаза, я про это, нет, безусловно, любой бизнес должен работать при любой власти, если он законный, но вы спросили про то, как они борются, это самое. В общем, не верите вы их борьбу, в искренность борьбы? Ну, послушайте, верят только те, кто не умеет, те, кто умеет читать и писать, и верит им, а их осталось уже очень мало. Господин Усатый, Андрей Спынов сообщил о том, что будет инициирована вторая программа «Европейское село», и мэры населенных пунктов могут писать проекты, отправлять, выигрывать деньги для населенных пунктов без финансового участия. Мэры нашей партии будут принимать участие в этой программе? Мэры нашей партии принимали участие в любых проектах, в любых программах, но что-то я боюсь, что будет как в Дроке, где мэра Дроке писала проект, боролась под руководством Нины Черетёныш, примарит Идаль, добилась реализации проекта. Написали проект, выиграли его там за рубежом, получили какие-то деньги. Сообщение «Пас в Дроке!» «Мэй в Дроке!» «Для вас это сделали!» «Там чуть ли не подарили!» «Послушай, да они кончены!» Вы поймите, еще раз, у меня еще будет с ними разговор, я вернусь после... Я сегодня улетаю, моя младшая сестра, собираемся там за границей. Значит, я вернусь после праздника, мы продолжим эту тему, сейчас я не хочу это, но то, что они позволили себе сказать в Бельцах, что если наша партия в шести районах не поддержит председателей, бас! В Бельце не получит ни копейки денег, по сути, такое не позволял себе даже Костя Барсетко во времена плохой, так разговаривать, вот так и так, это не шантаж, ну вы что, понимали, что происходит? Поэтому все вот эти проекты, Европейское село 2, 3, 49 и так далее, мне просто неприятно, что наши внешние партнеры, видя то, что используется европейская символика, используются какие-то принципы, основы там, демократии, которые у них там в некоторых странах есть и работают, значит, для того, чтобы просто одних дурачить, других шантажировать, третьих там делать ручными, забирать все в партию, то же самое, как они выиграли 300 чем-то мэров, про которые я говорил перед выборами, а в результате они выиграли большую часть примаров за счет того, что забрали там социалистов, платформы, да и так далее, то есть, что они забрали огромное количество действующих примаров, вот и вся ситуация, понимаете, а так. Господин Волшавр, а вот как вы считаете, чиновники высшего ранга Европейского Союза, они в курсе, о том, что руководство Молдовы делит мэров на проевропейцев, на непроевропейцев, делят европейские деньги только, ну скажем, тем, кто продвигает европейский курс, всем остальным дают только то, что полагается из бюджета, они в курсе, вот скажем так, такого деления. в курсе частично, есть такие, которые в курсе прикидываются, что они этого не знают, послушайте. Такова сегодня, вы поймите, сегодня мир разделили на за войну, против войны, да, вот как-то так, там, как бы, в сегодняшних условиях вообще очень много происходит в мере того, чего не должно было происходить, поэтому, имея такую глобальную проблему, как война Украины с Россией, Россия с Украиной, неужели вы думаете, кто-то сейчас думает там про европейское село 2, или про все, если они не видят, даже то, что спину может по скорости своего личного обогащения обогнать Плахотнюка, не имея там Сережи Яралова, кучу схем и так далее, и так далее. Они этого не замечают, а вы говорите, чтобы они замечали, что мара в деле. Тут страну грабят, этого не замечают, а вы говорите. Но ведь это не идет на пользу процессу евроинтеграции, не добавляет сторонников. Да, это не просто не идет на пользу, это его обрушит в один день. Это его обрушит. Плюс огромное количество проблем внутри, плюс перспективы, скажем так, не очень утешающие. Меня, поэтому еще раз, я хочу зациклиться на нашей стране, на всех процессах, которые напрямую повлияют на улучшение хотя бы для начала качества услуг для населения, экономика, социалка, здравоохранения и так далее. То есть, куда нам... Господин Усадий, вот вы сказали, что вы улетаете, в общем-то, еще до 18 января будет старое название на табло в аэропортах различных, а с 18 января появится новая аббревиатура Международного Кишиневского аэропорта, РМО. господин Усадий господин Усадий что это борьба с советским наследием. Ну, пожалуйста. Ну, у нас все боролись. Шалару ходил тоже. По ошибке скорой выпустили купить воды, он до сих пор гуляет, понимаете. То есть, поэтому они... Ну, я даже не хочу это комментировать, вы понимаете, но это бред, понимаете. Это не самое главное по-вашему. Как борются с памятниками, понимаете. Памятники были при любых... В истории любого государства есть памятники, есть люди выдающиеся, есть диктаторы, есть негодяи. Ну, как-то вот в истории все страны мира хранят свою историю и о своих победах, и о своих поражениях, понимаете. Вы понимаете, что сегодня вот это я, например, никогда не понимал, когда живу в России, да. когда вот как-то власти всегда боялись про Сталина говорить вслух, да. Боялись говорить про Берию вслух. И сегодня об этом особо не говорят, да. Но у меня была возможность познакомиться с разными выдающимися людьми, как, например, там, Нобелевский лауреат Жорез Ван Шалферов, понимаете, вот круглосуточно можно рассказывать. Вот мне же было интересно, что было тогда, когда меня не существовало. То есть, вы поймите, когда была возможность поговорить там, был у нас там дедушка-листник, один был там личный водитель Берии. Вы понимаете, люди, которые участвовали, работали с историческими листниками. Тем более, что Алферов, он стал Жорез Ван Шалферов лауреатом Нобелевской премии за полупроводники. То есть, и когда я вижу, что вот все, что связано со Сталином, Берией и так далее, хотя я любил всегда историю, у меня был доступ к определенным архивам, и я понимаю, что был там просто двоечник, дебил, алкоголик, Ежов, да, который многие считают, что все это там делал Берия. Хотя вот когда тебе, говорит, живой царство ему небесное, несколько лет назад умер Жорез Ван Шалферов, он говорит, мы все ученые плакали, говорит, убили нашего Лаврентьевка. А как? А вот же говорят, что он был... Он говорит, нет, он был единственным, кто пошел убедил Сталина, и миллионы людей с высшим образованием попали под амнищу. Сначала он использовал там нужные люди для разработки ядерной бомбы победит главного врага в Соединенные Штаты и так далее, но, говорит, миллионы получили амнистию, были освобождены. Он говорит, ну, с этими, которые там пьют в подвалах и так далее, с этими мы не сделаем ни бомбы, ни экономика и так далее. Когда прилетала там большая делегация из Грузии, вы знаете, что была операция спецслужб, ну, КГБ в то время, которые провели операцию за границей для того, чтобы провести, привести в страну косточки цитрусовых пород, и вот так появились, там, я не помню, вот мандарины или апельсины. Операция проведена власти. Да, операция, потому что такого у нас не было их просто в СССР. И вот получить их не могли, и вот это была операция КГБ, чтобы это все привезли, понимаете? И когда вы сегодня страна, вот главная мысль, она уходит от хорошего, что было сделано в какое-то время, то есть вот у нас, то есть вот Наполеон, человек, он не просто напал на Россию, человек сжег Москву, да, то есть человек, про которого больше пишут в истории со знаком минус, чем плюс, про его там амбиции, какие-то многие, которые называют нездоровые, еще раз, это историков, пересказывает, но они не стесняются его именем называть улиц, коньяк, весь мир и так далее, и так далее, да, то есть вот они, как-то, у нас в стране сегодня все советское, все плохо, и это тянется, я вам говорю, тянется оттуда, потому что этого почему-то стеснялись многие там, да, в любой нации были диктаторы, были негодяи, были подонки, были преступники, они есть, они будут в любой нации, но вот прям все стирать, как это делать, это просто идиотизм, понимаете, поэтому все, что было со знаком плюс, мы сегодня можем сколько угодно говорить про евроинтеграцию, да, нам нужны сегодня новые сорта яблок, сегодня другие породы животноводства в мире, ну, чем были в советское время, когда у нас были колхозы и так далее, и так далее, но без организации за год контор, люди, у которых гектар земли, 2, 3, 5, им некуда будет приносить свою пробу, не важно, это там, те же яблоки, пусть даже не будет итальянского соль, может и те, у которых большие объемы, они сами себя организовывают, и экспорт, и находят торговых представителей за рубежом, и кому продавать, и даже открывают магазины, а что делать маленьких, поэтому от такого слова, которое для тех, кого раздражает все, что связано с этим, без за год конторы тут никуда не денешься, которые будут, задаст такой заряд молдавской экономике и сельскому хозяйству, понимаете, у нас люди очень работящие, у нас человек, вот и должен, как государство, дать грати, что ты купишь его продукцию, поверьте мне, будут, животоводство пойдет такими шагами, а государство что со всей этой продукцией будет делать, вот если оно обязуется, еще раз, скажите, пожалуйста, а вот крупные бизнесмены, которые сегодня ее выращивают, да, вкладывают, огромные деньги, берут кредиты, они это все экспортируют, функция за год конторы какая, работать с мелкими производителями, понимаете, потому что не может человек, у кого гектар земли, арендовать себе фуру, отправить ее в Италию, в Испанию, в Арабский Объединенный Эмират или в Россию, то есть у человека то, что он выросил условно там на четверть фуры, там на десять, а установить контакты с местными, я не знаю, социальными объектами, это невозможно, это сложно? Давайте не будем придумать то, что давно за нас придумали. Кстати, просто получается, что вот мало урожая, проблема, много урожая, проблема. Еще раз, у нас главная проблема, что государство ничего не сделало за эти годы, вот как говорите, они не проинформировали проинтеграцию, сегодня задача номер один Министерства сельского хозяйства, это как-то повлиять на ситуацию и сегодня задать тональность, хотя бы что должно сегодня быть в нашем сельском хозяйстве, понимаете, значит, этого просто нет, этого просто нет, то есть сегодня они должны ездить по заграницам, нет сегодня у нас производителей возможности ездить по миру, видеть какие изменения, какие культуры. Да, фермеры сейчас, кстати, обратились на этой неделе к Министерству сельского хозяйства с тем, чтобы ограничить импорт масленичных и зерновых из Украины. Послушайте, с импортом и зерновых, и подсолнуха, и масла и так далее, это важно, это безусловно нужно как бы первую очередь помогать, скажем, но еще раз, у меня задача немножко другая, у меня задача, чтобы наши выращивали то, зачем мир будет встать в очередь. И сегодня у нас не так много земли, мы никогда не победим Украину, Казахстан по зерновым, из-за площади, понимаете, поэтому мы должны выращивать то, что на квадратной метре, даже при больших инвестициях, оно приносит супер большую прибыль. А что это? А это не важно, если сегодня мы можем говорить с вами про голубику с ежевикой, ну то есть, начиная ягодами, заканчивая, то есть, где, поверьте мне, что есть сегодня ягоды, на которых можно зарабатывать 30, 40, 50 тысяч евро на гектаре, понимаете, то есть, вот то, что оборачивают страны, у которых миллионы гектар, там, десятки миллионов гектар земли, они должны, то есть, некоторые вещи нужно покупать, а продавать мы должны то, что дорого. Так, а проблема в том, что они вкладываются, потому что у фермеров нет таких средств, чтобы вкладывать в новые культуры, получать... Средства раз, во-вторых, они понятия не имеют. Скажите, пожалуйста, а кто фермерам дает анализ рынка? Я говорю про районных, не про крупных, крупные предприятия, которые все знают. Скажите, пожалуйста, вот, например, у гонца родственники в Бричанах сидят, вот его родственник, например, что-то там выращивает, например, весь север Молдавец, что у нас в Бричанах? Ланой Тескумера, или, да, Ланой, Лабричанец, люди приезжают, давай делать, давай тоже яблоки посажать, ну, все же сажают яблоки, я заработок приехал, сажали яблоки. Нету никаких консультаций, так сказать, ребят, а вот вы знаете, что сегодня уже во всех магазинах мира вот есть голубика, есть другие виды продукции, что сегодня уже нужно было просто на колбасу пустить всех коров, бочков, которые у нас остались в стране, потому что сегодня те сорта, ну, 99% случаев, то есть, они стоят дешевле айфона, понимаете, люди пашут, еще раз, у нас люди с мозолями, они готовы работать, и я умираю от злости, когда я понимаю, что человек тратит здоровье, деньги и выращивает условно за 10 тысяч лей в хозяйстве, то есть, выращивать корову, которая бы стоила сегодня 5, 6, 7, 8, 10 тысяч евро, тот же труд и практически тот же коров, но здесь чуть больше, понимаете, то есть, это должен им кто-то объяснять, откуда люди в селах, в райцентрах знают, этим должны заниматься, проводить тренинги, семинары, ребят, посмотрите, есть новые курятины, вот я их там раздражу много лет, эти белефендеры немецкие, одна из лучших яичных, местных пород в мире считается, да, то есть, бабушка стоит там на клёнке, торгует этой курочкой там за 150, в большем случае 200 лей, когда, если они будут выращивать эту породу, например, которую я вам говорю, поверьте, издам у государства у них будут забирать это за 15-20 евро, эту курочку, то есть, за 300-400, не надо стоять на табуретке, на клёнке. Я думаю, что рестораны будут заинтересованы в таких... Да нет, послушайте, не уедет страна наша на ресторанах никуда. Я понимаю, но это тоже как место, куда можно спать свой товар. Нет, это для души, скажем так. Я говорю про деньги для страны, вы поймите, мы должны сегодня... Да, масштабы другие, я понимаю. То, что хочет потреблять мир, мы это должны производить. И всё меняется. Вы поймите, эволюция есть во всём. А у нас, они как будто, вот когда покупают себе телефоны, покажите мне хоть одного депутата парламента, ну, может, один и есть, по ошибке. Члены кабинета министра, причём, этого... Покажите мне кого-то с кнопочным Самсунгом или с айфоном, там, первый или второй, как они там назвались, я не помню, у меня его тогда не было. Вот, они обновляют дома телевизор, одежду, мобильный телефон. Тут они в ногу со временем все. Никто из них не пользуется первобытным айфоном, который появился много лет назад, правильно? А в сельском хозяйстве, животноводстве производим до сих пор коров под названием «Москвич-412». Кстати, была очень хорошая машина в своё время и так далее. Но мир идёт вперёд, а этим никто не занимается. Поэтому, вот я сейчас буду находиться в Испании в это время, хочу посетить сразу после Нового года несколько очень крупных там выставок, мероприятий, семинаров. Ну, короче, вы поймите, сидя дома, этого тоже никогда не узнаешь. Знаете, о чём я вас хотела спросить? Мы так и не поговорили предыдущей неделе о том, что происходит в Молдавской Православной Церкви. На этой неделе была и реакция митрополита Молдова. Недели раньше шесть священников Молдавской митрополии были лишены возможности вести богослужения. При этом пополняются ряды Бессаратской митрополии. Послушайте, вот некоторые это делают так они считают исторически должно быть, да? Но некоторые, скажите, пожалуйста, когда сидят батюшки некоторые и смотрят на три-четыре продажи иногда организованные одним и тем же лицом депутатов парламента. То есть, послушайте, продаются, у нас в стране продавались все и всегда. Поэтому сегодня есть люди, которые где-то подсветились, одни берут деньги не уходить, другие, чтобы перейти и так далее. Послушайте, я не хочу обсудить церкви, давайте, я готов. Вот церковь, у нас есть специалист Дадон, Игорь Дадон за год целует больше и кончен митрополит Владимир и посещает больше. Поэтому вот. Господин Усат, я хочу перейти на вопрос, я смотрю, что очень много вопросов. Да, пожалуйста. Жора Бадыреу, Дому Ринату, да ну вести паре как гувернария Фачи Поркари кучек ку привинца, ин привинца, наверное, ошибся, референдуму. Да ну крикок приговоришь чего гувернария. Гувернария, там на самом дуэрш шэмфлорейтингу. Ну мы пригодишь тени мигу верны. И ну мы сэнтон старец пригодишь чего. Вадим спрашивает, вопрос от водителей грузовиков, когда закончатся очереди на таможнях, какой выход из ситуации? Уважаемый Вадим, я как человек, который объездил в большой страны мира, но в отличие от власти сегодня, они тоже объездили много стран, и постоянно ездят, но они оттуда приезжают пустыми. Вадим, когда сегодня на... Говорим самым большим трафиком таможенные посты, это у нас Леушена, Албитса, это у нас два Маскулень, там Атаки Могилево-Подольске, ну окей, там в городе, там проще. Скажите, пожалуйста, Вадим, вы видели, чтобы хотя бы на одном из этих постов конкретно говоримся за Скуляна, таможню и за Леушены, чтобы вам хотя бы открыли, пусть даже за деньги, один за деньги, другой бесплатный, качественные туалеты душевые. Вам даже это не сделали, а вы говорите про очереди. То есть сегодня, вы поймите, любой населенный пункт, ну, какой бы при море эта земля не относилась, вы понимаете, вы понимаете, что мы с вами говорим про гектар поля, это опять же гектар из-за того, что нужно огромное место уходит под парковку, я имею в виду там рековых машин, грузов, но у нас нету ни одного туалета, просто вот такие, как стоят по Германии, Австрии, из нержавейки и так далее, то есть у нас нет ни одного туалета, ни одной душевой, поэтому, к сожалению, вот такая у нас власть сегодня. Поверьте мне, когда будет завхоз, будет решена и эта проблема, и, к сожалению, может быть, водители, тем более у нас тысячи людей, есть водители и дальнобойщиков, водители маршрута к автобусу, то есть, я предлагал это решение госпоже Санду, когда она собрала все партии на второй день после начала войны, что делать и так далее, пока там все там говорили какие-то высокие, говорю, можно в нейтральной зоне между Украиной и молдавской стороной, где-то на нейтралке установить для людей хотя бы туалеты, просто люди тогда сутками стали в очередях и так далее. Ладно, нейтральная зона, но у нас нет ничего в приграничном, то есть, вы понимаете, когда я вижу эти километровые очереди, Леушены, иногда Скулян, и люди, которые, ладно, на заправку, ну, короче, это просто дичь какая-то, и, к сожалению, наша власть не разбирается даже в этом. Им все, что хватило мозгов, это вот сейчас, после того, как я два года во всех программах, у всех лайвах говорю, ребят, аннулируйте этот бред, у нас до сих пор было запрещено ездить по Молдавии на автомобилях с правым рулем, то есть, зарегистрировали, там, в Великобритании, на Кипре больше, потому что во время, в ночное время, ну, там, по-другому, система света, ну, и как бы ослеплять встречи, идущие тратуры, просто наклейку привести этот кодекс, как он сегодня функционирует по всей Европе, вот они только сейчас, после двух лет у власти, вот мы сейчас разрешим, внесем все изменения, армонизации, логислации. Лиза задает вам вопрос, присупунем, что мы не, амминтрат и не е, что делаем дальше? Да, да, как сентремен, не е, мы не будем демоншать. Дар дакэ мы не, ну, аминтрат и не е, вас пуньсигур, партитов, лагувернария, асайбал алейкулурматура, минус 10%, кипит, тот, астаз я уфропат, ши враждаза, дар прин, факту, про методерария лауи, уникай позитив, сейчас овем, кэдиспаре гувернария, тот, кепорсим плановаре, ни шоу первомисиуне, на фараде, адерария лауи, ши девини мембрия фамилии уе, астаз я шлук руку, господин, домного столеп, трои мисиуне, кэдэкаруши, е, армата паэс, пшедэнтрансинствия, ши факт, молдави не адвоза, вот я в на месте русских прикололся, я вам клянусь, вот просто, когда войска вступают в бой, это вообще не не до шуток, не будет 14 армии Приднестровья, что делает молдавская власть, поверьте мне, они просто уйдут в панику, они просто уйдут в панику, то есть, вот сегодня же проблема, типа, решить конфликт Приднестровья, это то, что там 14 армия, русские, все, завтра ее не будут, что вы делаете, первый шаг в молдавской власть, ни один член правительства мне ответит на этот вопрос, ни бывшего, ни нынешего, ни того, который не хотел создать. Вячеслав Иванович, Усатый заявил, что газа 10 лев, заявленный Шором, существует, почему не выведет на чистую воду существующую власть? Почему не вывожу? Я об этом говорил, говорю, и с июля месяца, пока, как я подал в судно пересмотреть тарифы задним числом, по сегодняшний день не назначено, хотя бы, первое заседание суда, потому что власти понимают, что этот суд придется проиграть, а на тему газа мы еще обязательно вернемся и обсудим ее. Но этот газ сегодня есть, я об этом постоянно говорю, это правда. А мы продолжаем использовать газ в пыну, который у нас самый дорогой в мире. Валентина спрашивает, почему Санду не борется с Шором? Лохотнюка нашли, Кавкалюка привезли, Морева до сих пор найти не могут. Морева? Да. Морева это бывший Морбельц? Я не могу вам сказать. Да, Морева это бывший, я его видел один раз, ну как, кроме того, когда Бостовин, я его видел, он живет в пятиэтажке, в небольшом лесном городке уже очень много лет, вот даже не знаю, жил или нет, но тогда он был очень взрослый, что-то он был в русске, в арминах коммунистов, не знаю, что с этим человеком. Послушайте, какой морев? Они не могут Кавкалюка привезти, как вы говорите, Шора там и так далее. Никого они не привезут, слушайте. Сегодня надо начинать процедуру и забирать все то, что есть у этих товарищей. Это отдельная тема, вернемся к некому. Януш Симеон спрашивает, по-ате алегеры anticipаты и еще дуа дупо аста референтума? Дупо парерия меа, алегеры парламентария античипати сунт уника по сербитатам пендрорским балл украины република Малу и нужно проводить их как можно быстрее. Господин Усатый, хочу поздравить вас с наступающим Рождеством. Не знаю, когда вы отмечаете. Я отвечаю с детства по-старому. Я старомодный, понимаете? А вы можете определить, знаете, по носкам. А что с носками? Вот у меня носки, например, до колен, да? Ну, длинные. А вот эти, которые ходят сейчас модные с носками, как бы, которых не видно, вот, например, как господин Усатый. А кто в колготках ходит? Кто в колготках? Их куда? Я, по сути, я всегда отмечал по-старому, да, сейчас есть по-новому и так далее. Я всегда отмечал по-старому, ну, вы поймите, я не могу менять то, с чем прожил уже, ну, больше сорока лет, да? Да и зачем менять? Есть люди, которые празднуют по-новому. Большая часть наших граждан, страны, празднуют и по-новому, и по-старому, то есть это ураговайте. Ну что, я поздравляю подписчиков ваших с наступающим Рождеством, неважно, когда вы отмечаете, я желаю вам всем крепкого здорового, благополучия и всем нам мира. А я хочу всех поздравить с наступающим Рождеством, по-новому, по-старому, сильному годам, обязательно до Нового года еще поговорим, значит, и просто хочу вам сказать, что, да, нам важно сохранить мир, нам важно сегодня, но самое важное, мы должны с вами сохранить страну. Поэтому, кто бы вам там что ни обещал, понимаю, обещания, особенно в новогоднюю ночь, в канун Нового года Рождества будет очень много, но, если мы с вами не будем бороться за нашу страну, она просто исчезнет, и страны Молдова просто не будет. И поэтому, и поздравлять будем друг друга в один день, как граждане другой государства. надеюсь, этого никогда не произойдет, я для этого все сделаю. Поэтому, всех с наступающим, еще поговорим, всех обнимаю. Спасибо за репосты, за поддержку, пока. 12 выпуск уже будет после Нового года. Господин Гонцев просит минимум паузу на две недели, ему тяжело сейчас перестраиваться. Ура, товарищи. Сила в правде, 12 выпуск уже после Нового года. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok